Это ток-шоу Грани на телеканале Атамикен Бизнес. Я, конечно, Смогулов. Здравствуйте. Итак, на этой неделе председатель Национального банка Ербулат Досаев на заседании правительства сообщил о том, что в этом году во второй половине планируется реализовать в пилотном режиме проект так называемого цифрового тенге. Это будет пока что проба пера, и по результатам этого пилотного проекта будут исследованы потенциальные выгоды и риски. И как раз-таки поговорить о плюсах и минусах внедрения цифрового тенге и о том, собственно, что это такое, я бы сегодня хотел поговорить в этой программе. Надеюсь, в этом мне помогут мои эксперты, позвольте их представить. Итак, на прямой связи с нашей студией сейчас находится координатор по связям с правительством Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Сергей Путра, а также независимый эксперт по банковским вопросам, общественный деятель Нуржан Биякаев. Также чуть позже к нам должен присоединиться эксперт аналитического портала The Room Нургали Нурмахамбетов. Уважаемые гости, я вас приветствую. И прежде чем обсуждать, какие выгоды нам даст цифровой тенге и какие риски потенциальные эта технология может в себе нести, мне бы хотелось, чтобы я и наши зрители все-таки сформировали у себя представление, что же все-таки из себя может представлять этот самый цифровой тенге. Господин Путра, вот вы как представитель профильной в данном случае Ассоциации могли бы нам простым очень языком пояснить, что будет из себя представлять этот цифровой тенге и чем он отличается от тех самых криптовалют, о которых мы в последние годы очень много слышим. Цифровой тенге в первую очередь будет отличаться несколькими ключевыми факторами. То есть первое, это будет законное средство платежа, в отличие от криптовалют, оборот которых, согласно текущему нашему законодательству, в Казахстане запрещен. Дополнительно у цифрового тенге будет понятный имитент в виде Центрального банка Республики Казахстан. То есть доверие цифровому тенге можно оказывать такое же, как и обычным фиатным деньгам, как наличным, так и безналичным. В этом отношении у нас есть гарант в виде Национального банка, который обеспечивает надежность, стабильность этого цифрового тенге. Просто эта единица денег будет вращаться только в цифровом виде. Она не будет иметь выражение в виде наличных денег или в виде безналичных денег. Технологически это будет реализовано на той же примерной платформе, что и реализуются криптовалюты. То есть, скорее всего, будет использован распределенный реестр, технология блокчейн. Но пока, насколько я понимаю, сейчас как раз идет определение, выбор технологии. То есть, возможно, это будет какой-то гибридный проект, который будет использовать помимо распределенного реестра, централизованные какие-то части в контроле, в выпуске, в эмиссии цифрового тенге. Во всех этих вещах центральный банк как раз сейчас в рамках пилота и должен определить наилучшее технологическое решение. Но, как я уже сказал, главное это то, что цифровому тенге, в отличие от криптовалют, можно целиком и полностью доверять и можно рассчитываться. Господин Биакаев, на ваш взгляд, сама необходимость реального внедрения и появления такой цифровой валюты, она действительно есть? Или это своего рода попытка Нацбанка шагать в ногу со временем и так далее? Своего рода дань моде? Я соглашусь, наверное, с вашим вторым мнением о том, что, возможно, Национальный банк преследует цели, скажем так, не отставать от мировых стран-лидеров, которые сейчас внедрили, и кто-то пытается внедрить, да, даже Япония, Штаты, Китай и другие ведущие лидеры на мировом рынке. Второй момент касательно того, что я хотел бы озвучить, вот эти вот цифровые деньги, какие риски они в себе влекут, либо какие риски они могут, скажем так, искоренить, которые имеются сейчас у нас на финансовом секторе. Зачем нам это надо, да, так сказать? Да, да, потому что в любом случае полноценно, на сегодняшний день и, возможно, в ближайшей перспективе, цифровые деньги не заменят и, скажем так, не вынестят наличный и безналичный оборот, я так полагаю. Вот, поэтому здесь нужно смотреть на конкретных примерах и схемах. Если в каждом конкретном случае Национальный банк приведет, скажем так, достаточно весомые доводы о том, что цифровой тенге нужен в том или ином случае, то это будут, конечно, скажем так, адекватные меры. Внедрение. Если, опять же повторюсь, как вы сказали, это дань моды для того, чтобы Казахстан не отставал от мировых лидеров, но тут нужно смотреть не просто на опыт стран, а, как вы пояснили, действительно, насколько нам это нужно, насколько это рентабельно будет работать. Один из примеров, если цифровой тенге обеспечить, скажем так, минимизацию коррупции на уровне государственных органов, то есть, я поясню, освоение бюджетных средств по государственным, тендерным и госзакупочным программам, то да, тут здесь можно полностью поддержать этот проект, если это вот в такой степени у нас, скажем так, подавит элементы коррупции. Вот, кстати, интересно, что вы упомянули этот момент, потому что как раз-таки в прошлом году Багдад Мусин, тогда еще будучи советником президента, говорил о том, что перевод тенге в цифровой формат, собственно, поможет или будет самым действенным способом борьбы с коррупцией. Но, с другой стороны, не значит ли это, что мы в какой-то степени, так сказать, в данный момент расписываемся своей беспомощности, бороться с коррупцией другими метами, раз нам, так сказать, жизненно необходимо, стала вдруг нужна именно технология блокчейна для того, чтобы отслеживать какие-то коррупционные моменты. Вот я вижу, что к нам присоединился как раз наш третий эксперт, эксперт аналитического портала The Room, господин Нургали Нурмахамбетов. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, необходимость внедрения в Казахстане цифрового тенге, вот на ваш взгляд, это все-таки что? Действительно необходимость? Или вот веяние моды, так сказать, общемировой? Честно сказать, я к криптовалютам всегда, потому как бы, настороженно относился. И в целом, если бы больше я всегда был специалистом по акциям, там есть за акции какой-то бизнес, реальное производство, то в крипте, как мне сказал один друг, что это он, она ведома двумя сильными силами, человеческой жадностью и верой, да, в общем-то. Но на текущий момент, не знаю, к сожалению или к лучшему, с конца 2020, ну где-то вторая половина 2020 года и вот первая половина 2021 года, 80% практически всех новых инвестиций на финансовые рынки, новых, я говорю, вот я знаю, новых, идут в крипту. К сожалению, это даже уже, не, ну, это факт, что это даже, сейчас даже многие рассматривают крипту не только в качестве спекуляций, но и, возможно, сохранности денег, особенно после последней инфляции в США, сейчас именно криптовалюта в виде децентрализованной системы, в виде того, что у вас это не отберут, это нечаянно, это всегда будет присутствовать и практически ни один центробанк, ни одна организация вас не контролирует. Фактически, там есть ситуация именно того, что вот мои деньги, они сохранны, я могу их использовать везде. Вот такой есть, сейчас уже появляется такая когорта. По поводу цифрового тенье, ну, я думаю, что за этим будущее, мы также очень безналичному расчету также относились не очень хорошо, да, поэтому в целом как бы недоверчиво. Ну, в конце концов, сейчас практически, я вчера попытался найти магазин размере тысячи тень, мне не получилось, если честно сказать, поэтому это такое уже требование времени, а по поводу цифры, то я думаю, что это дело уже не за горами, это дело вообще двух-трех лет, поэтому у цифры больше возможностей, чем безналичных денежных средств. Именно вот я white paper, да. Я понимаю, что, говоря о безналичных расчетах, в данном случае, скорее всего, смешивайте в одну кучку, так сказать, и безналичные расчеты при помощи мобильных платежей, которыми пользуется очень много казахстанцев, и в том числе мобильные расчеты при помощи посттерминалов, которые, собственно, и являются классическим видом безналичных платежей. Но давайте будем честными до конца, давайте все-таки признаем, что переводы, точнее, платежи безналичные при помощи посттерминалов даже в столице и даже в Алма-Ате далеко не во всех магазинчиках, так сказать, и не во всех микробизнесах применяются и так далее. То есть люди стали пользоваться массово именно мобильными переводами, от этого и у властей возникло желание взять эту сферу под контроль? Смотрите, в любом случае, даже если мы говорим о финансовых структурах, о других структурах, мы же говорим, вы сейчас утверждаете, что каждый магазинчик не имеет посттерминала. Почему? Потому что он должен потом платить налоги. Понимаете? Да, по мере ужесточения налогового и в целом, я думаю, что вопрос посттерминала даже возникать не будет, он будет везде. По поводу цифры, давайте не забывать, что у цифры есть множество вариаций, в части чего. Вот в том же white paper, так назовем, да, и вот вчера, который представил Национальный банк, указывалось по поводу смарт-контрактов. Одно из ключевых преимуществ, скажем, блокчейн, да? То есть цифру можно, если с безналичными денежными средствами вы как-то в каких-то контрактах достаточно тяжело засунуть, то цифры я достаточно точности не могу сказать, поскольку я небольшой специалист в этом, но участвовал в огромных количествах конференциях, встречался с людьми, пытаясь выяснить, что это такое вообще блокчейн. Как раз-таки о том, какие возможности есть, я думаю, нам сможет более подробно рассказать господин Путро, как представитель ассоциации блокчейна. Кроме того, что блокчейн лежит в основе криптовалют, каким образом он сейчас, так сказать, в мире применяется в современных технологиях? Да, но эта технология обеспечивает, так сказать, доверие без доверия, когда несколько сторон должны выполнить какие-то взаимные обязательства, при этом ни одна сторона не хочет верить на слово другой. В данном случае блокчейн может помочь реализовать данный алгоритм, как предыдущий спикер выступал. С помощью смарт-контракта можно обеспечить исполнение каждого шага договоренности, запрограммировать его, прописать в виде кода, и тогда и исполнение будет обязательным, и оплата в то же время тоже будет обязательной. То есть оплата автоматически возьмется по факту исполнения договора. То есть это очень хороший инструмент, который можно продвигать. У нас в Казахстане на данный момент смарт-контракты как таковые правового регулирования не получили. На уровне законопроектов в прошлом году они выходили, но пока наше правительство не готово было принять эти нормы. Их пока отклонили, но эти нормы находятся на рассмотрении. Я думаю, что в ближайшее время, особенно если национальный банк собирается использовать смарт-контракты при внедрении цифрового ТНГ, этот вопрос получит правовое регулирование, получит понятный алгоритм исполнения, что это такое, как это должно работать, как это должно защищаться, где гарантия государства, где гарантия бизнеса с каждой стороны. То есть если вот эти все вопросы будут объяснены, то да, цифровой ТНГ может использоваться, как уже говорили, в борьбе с коррупцией. То есть при организации государственных закупок можно использовать тот же механизм смарт-контрактов, когда исполнение каждого шага гарантирует получение оплаты за исполненную работу. Либо смарт-контракты могут использовать владельцы цифрового ТНГ, бизнес-бизнес, ну B2B схема, да, не только G2B. То есть в этом моменте технология позволяет, дает инструментарий для того, чтобы его использовать, для того, чтобы делать более прозрачный оборот всех средств, которыми вы оперируете. При этом дает возможность государству отслеживать все это дело. И там, где бизнес белый, там, где граждане законопослушные, по-моему, на мой взгляд, бояться нечего. То есть это нормальная ситуация, когда ты легко и просто можешь доказать все свои доходы, все свои расходы и то, что у тебя налогообложение должно быть только в данном объеме, и никак не больше, не меньше. То есть цифровые технологии нам дадут больше, наверное, защищенности, при том, что мы сами ее хотим. Но при этом, когда вы говорите, мы нам дадут, да, то есть я так понимаю, что в основном вы имеете в виду бизнес, в основном вы имеете в виду госструктуры. То есть во всем этом уравнении пока что присутствие, ну вот, рядового гражданина казахстанца, да, потребителя, ну вот я пока что не увидел. Или я ошибаюсь? Нет, ну смотрите, даже вот в этом документе, который опубликовал Национальный банк, у них есть очень хороший момент, который они затронули, это оказание социальной адресной помощи с помощью цифрового ТНГ. Это очень мне понравился момент, то есть адресная социальная помощь на кошелек того человека, который в этой социальной помощи нуждается, то есть исключая огромное количество звеньев посредников, которые сейчас проходят бюджетные средства, прежде чем они дойдут до конечного потребителя. Зачастую это очень долгий процесс, когда бюджетные средства идут из государственного бюджета центрального аппарата, идут в акиматы областные, потом в акиматы районные, потом это все распределяется по соответствующим социальным службам, и только потом это доходит до потребителя. В случае внедрения таких цифровых технологий позволит сразу автоматически из государственного бюджета с помощью определенного алгоритма перечислять деньги напрямую нуждающимся гражданам и поддерживать их именно в тот момент, когда они нуждаются в этих средствах. Поэтому, ну да, это хорошо, это использование технологий именно в повседневной жизни и для пользы общества. И рядовые граждане, я думаю, почувствуют от этого пользу, если этот проект будет успешно реализован. Ну да, действительно, здесь многое у нас сейчас звучит в сослагательном наклонении, если, так сказать, и так далее. Но, тем не менее, господин ПКФ, вот вы признанный эксперт по банковским вопросам. Вы все и даже немножко, мне кажется, больше знаете о банковских продуктах и так далее. На ваш взгляд, вот тот пример, который вот немножко ранее звучал о том, что, ну, когда-то мы немножко с сомнением смотрели в сторону безналичных расчетов, а сейчас они практически захлестнули полностью всю экономику, да, и так далее, сверху донизу. Может ли то же самое произойти, вот, собственно, с цифровым тенге? Национальный банк сейчас говорит, что это, по сути, третий вид нашей национальной валюты. Есть наличная валюта, есть безналичная, и вот у нас, возможно, в будущем, если пилотный проект пройдет хорошо, то появится третий вид цифровой тенге. Могут ли на основе этого появиться, я не знаю, какие-то новые банковские продукты и так далее? Или вряд ли? Хороший вопрос, Кайржан. Вот я, кстати, об этом думал вот в последние дни, которые вот с момента того, как опубликовал Национальный банк вообще весь этот пилотный проект. Я соглашусь с тем мнением, что цифровой тенге, он не должен вытеснить полностью классическую схему признания денег, то есть наличной и безналичной. Это первый момент. Второй момент. Цифровой тенге не сможет и, наверное, не должен повлиять на денежно-кредитную политику. Специально убираю слово кредитную политику из этой формулировки. Почему? Потому что, я думаю, Национальный банк прекрасно понимает, и мое мнение такое, что цифровые деньги не должны будут инструментом именно в кредитовании. Почему? Потому что, насколько я понимаю и насколько Национальный банк озвучивает свои позиты, что именно эти цифровые деньги не будут рассматриваться в виде инструмента выдачи кредита, а также не будут рассматриваться в виде размещения этих цифровых денег на депозитные продукты. То есть позиция Национального банка, и моя как эксперта, такова, что на эти деньги не должны начисляться вознаграждения. Почему? И также не должны рассматриваться как кредитные продукты. Почему? Потому что, если они в какой-то степени станут более привлекательными, чем классические наши виды расчетов, не расчетов, вернее, классические наши деньги наличные, безналичные, то, что сейчас работает в нашей системе банков второго уровня, тогда, скорее всего, цифровые деньги, возможно, смогут вытеснить полностью вот эти вот наши продукты. Вы заговорили о продуктах, я вот как раз-таки вашу мысль подхватил. Вот этот момент меня беспокоит и как бы интересует в большей степени. Поэтому, еще раз повторюсь, Национальный банк, если он разрабатывает проект, он должен на каждой примере, на каждой схеме четко понимать, для чего он это делает. В начале программы мы не подняли момент того, что все-таки цифровой деньги, это, возможно, да, это будет криптовалюта, но все-таки это будет признанная форма денег, которая утверждается нашим эмитентом и полномочным органом. А то, что в последнее время мы видим хождение, скажем, того же биткоина на территории Казахстана, это, скажем так, непризнанная схема, вид денег и схема расчетов со стороны полномочного органа. Национальный банк и агентство всегда говорят, если что-то случится в ваших схемах сделок и расчетов по биткоину, к нам, пожалуйста, не обращайтесь с жалобами, мы здесь вам ничем не сможем помочь. Поэтому, я так полагаю, что Национальный банк сейчас для необходимости, либо, вот как вы сказали, в виде веяния моды, да, предлагает этот проект для того, чтобы как-то, ну, расширить спектр расчетов. Способов применения? Да, но опять же повторюсь, ключевое слово, что именно в денежной политике этот момент можно рассмотреть, но не как в кредитной, либо, скажем так, в депозитной политике. Я понимаю. И в этой связи, ну, вот, смотрите, мы все-таки с вами, господа, каждый раз волей-неволей возвращаемся к понятиям вот классических криптовалют, того же самого пресловутого биткоина и так далее. И все время мы о нем говорим здесь тем, что многие казахстанцы о нем слышали и его воспринимают как некое средство инвестиций, да, средство преумножения, так сказать, своего капитала. Если я не ошибаюсь, на днях было сообщение о том, что стоимость этого самого биткоина достаточно резко упала из-за того, что Илон Маск объявил, что не будет приниматься биткоин в качестве, так сказать, платежного средства для приобретения их автомобилей Теслы по каким-то экологическим, если я не ошибаюсь, причинам. Таким образом, получается, что вот сам по себе биткоин и сами по себе криптовалюты, которые не привязаны к каким-либо странам, которые, так сказать, существуют в свободном плавании, их стоимость может быть, ну, то, что на вашем языке финансистов называется, может быть достаточно сильно волатильной, да, то есть резко меняться и так далее в разные стороны. А, господин Нурмахабетов, вы, так сказать, рекомендовали бы вашим клиентам, да, вот нам, казахстанцам, иметь дело с криптовалютами? Я говорю в данном случае не только о биткоине, их ведь много. Ну, давайте рассматривать с той точки зрения, что инвесторы, которые сейчас инвестируют в криптовалюту, это в основном для биржевых спекуляций. А люди хотят заработать баснословные проценты, ну, в течение достаточно короткого времени. Можно сказать, такое онлайн-казино, оно только более-менее адекватное, если так можно сказать. Почему мы больше склоняемся к тому, что все-таки это достаточно такая наподобие азартной игры, поскольку производство какого-либо токена все-таки требует каких-то, конечно, усилий, естественно, там, энергетических и все такое, но она практически ничем не подкреплена. Если мы за акциями видим какой-то бизнес, если за фиатными, так называемыми, деньгами, все-таки мы там обязательства держат какое-то государство, то здесь фактически это ничем не подкреплено. Но у таких криптовалют есть также и ряд преимуществ. Во-первых, на текущий момент четко понятно, что тот же самый биткоин, а к биткоину сейчас относятся в криптомире, как, грубо говоря, S&P 500, то есть это такой большой бенчмарк для всех оставшихся криптовалют. Если биткоин растет, то практически все растет, если биткоин падает, то практически все падает. Поэтому если мы говорим о таких крупных валютах, как там биткоин, или рипл, или эфир, то туда люди как-то уже спокойно инвестируют, но не ожидают каких-то колоссальных процентов. То есть если мы говорим, что если раньше сказали, что биткоин будет миллион, то сейчас осторожно говорят о 100 тысячах долларов за один биткоин. То есть фактически 30-40 процентов. Поэтому мы всегда рекомендуем не больше 10% от портфеля. То есть если у вас большой инвестиционный портфель, вы хотели бы участвовать в этом, все-таки идет тренд и достаточно большой спрос. Поэтому если вы хотите инвестировать, играться, или, скажем, пытаться зарабатывать колоссальные проценты, или вам вообще все нравится, весь этот процесс, или вы верите в это, то мы рекомендуем не больше 10%. И большинство из этих 10% вкладывает более-менее, которые на слуху все-таки, да, поскольку есть... К тому же Binance, я когда заходил и смотрел, там больше 200 криптовалют, только на какой-то момент было там всевозможных названий. Поэтому хотя бы которые более-менее на слуху, там, биткоин, эфир, випл. Вот так у нас обычные рекомендации идут. Я лично сам покупал тоже биткоин, и по сей день покупаю на определенных просадках. Мне очень нравится, это такая, скажем, для трейдера достаточно интересная, скажем, инструмент. Способ пощекотать нервы? Ну, не сказать пощекотать. Последний год биткоин активно растет, и люди прям активно зарабатывают. Поэтому, когда будет колоссальное падение, мы не знаем, этого же никто не знает немножко, но пока что он приносит неплохие доходы. Ну, по крайней мере, биткоин. Понимаю. Остальные я боюсь даже рассматривать. Понимаю. Господин Берекаев, а вот на ваш взгляд, если сравнивать, ну, вот такое вот вложение в довольно абстрактный нематериальный актив, как криптовалюта, и сравнивать его с традиционными банковскими продуктами, то вы бы своим клиентам что посоветовали? А я бы посоветовал для начала изучить этот рынок. Потому что, да, есть профессиональные трейдеры, профессионалы, те, кто работают на этом рынке, так же, как есть профессиональные брокеры, которые все прекрасно понимают, как работают на фондовом рынке с акциями. Поэтому здесь гражданам надо четко понимать, если они рискуют, ну, то есть идут осознанно на это, риск они принимают только на себя. Еще раз повторюсь, что по биткоину и те криптовалюты, которые ходят на территории Казахстана, они ни одна не признаны со стороны уполномоченного органа. И, как у нас показала практика, когда люди потом сталкиваются с проблемами, либо полностью прогорают, грубо говоря, на биткоинах, им просто некуда идти за помощью, скажем так. Поэтому здесь нужно четко понимать, что это деньги, форма расчетов, не та, которую контролирует Национальный банк, наш уполномоченный орган. Касательно того, что мы сегодня обсуждали, цифровой тенге, это все-таки эмитент Национальный банк, здесь он будет конкретно контролировать и полностью отвечать. Касательно биткоина, все-таки нужно смотреть опыт профессионалов. Вот сейчас коллега наш спикер говорил о том, что возможность неплохо заработать на этом трейдерстве. Я бы не давал, со своей стороны, полную рекомендацию того, что сейчас у вас есть возможность, либо наступило то время, когда нужно вкладываться в биткоины, чтобы вы здесь гарантированно что-то получите. Никто не может дать гарантию. Некоторые эксперты говорят о том, что сами по себе криптовалюты, и в частности биткоин, выражают, имеют признаки явные надутого пузыря, и рано или поздно обвал должен произойти. Частично соглашусь и с этим мнением. Потому что вы сами процитировали, допустим, такой известный игрок, как Илон Маск, уже в какой-то степени отказывается от расчетов по биткоину. Видимо, он для себя видит те или иные причины для этого. Поэтому здесь нужно держать руку на пользе, нужно анализировать, возможно, обращаться к мнениям экспертов, те, кто работают на этом рынке. И так же, как и, допустим, вы не застрахованы условно от рисков, если вы размещаетесь, вернее, работаете на фондовом рынке и вкладываете деньги в те или иные акции, допустим, ведущих лидеров мирового рынка. Поэтому там вы можете также, допустим, очень хорошо заработать, ну и в какой-то период возможной падения. То есть так же здесь и с биткоином, да, мы ежедневно смотрим, да, допустим, периодику, там пишут, биткоин сегодня поднялся на такой-то уровень, биткоин сегодня потерял достаточно много позиций, допустим, да, в стоимости. Поэтому эта волатильность, вы правильно сказали, слово волатильность, она всегда будет присутствовать, как на биржевых курсах, поэтому здесь риски всегда есть. Но я бы не рекомендовал обычным гражданам, если вы здесь что-то не понимаете, включаться в биткоины. Может быть, лучше тогда поработать на фондовом рынке. Понимаю. Что ж, я думаю, что, так сказать, в данном случае вот именно этот небольшой блок обсуждения, он все-таки был необходим, хотя и, как мы уже вначале выяснили, прямого отношения к нашей основной теме, цифрового тенге, все-таки не имеет. Но, тем не менее, для большинства зрителей, я думаю, что вопрос привлекательности или непривлекательности, надежности или ненадежности криптовалют все-таки достаточно интересен. Господин Путро, напоследок, хотелось бы от вас услышать ваше мнение относительно того, что все-таки технология блокчейна, она может быть применима по отношению к массовому потребителю или, вот как мы частично пришли к мнению, она все-таки будет больше уделом большого бизнеса, государственных структур и взаимоотношений между ними? Не, ну на самом деле, смотрите, технология – это просто технология. Она применима к любому проекту, если это целесообразно. То есть вот в рамках как раз пилотного проекта Национальный банк должен выбрать, на базе какой технологии реализовывать проект. Путей реализации их много. И технология блокчейн – это один из, ну наиболее вероятных, возможно, но просто один из путей реализации. Да, он может использоваться для массовых проектов, в которых будут задействованы огромное количество граждан, вплоть до всего населения нашей страны. Это без проблем. Технологических ограничений для этого нет никаких. Но опять же, это как обычный язык программирования, то есть с помощью него можно реализовать любую программу любой сложности. Также с помощью технологии блокчейн можно реализовать проекты любые, любой сложности, любой защищенности и так далее. То есть важно, как она будет использоваться, а не в том, ну даже больше, скорее суть будет именно в качестве ее реализации проекта на базе технологии, а не в самой технологии. То есть, грубо говоря, это молоток. Например, определенный набор инструментов. Да, инструменты, а что из этого мы построим, это уже, грубо говоря, дело наше, да? Да, да, да. Понимаю. Что ж, напоследок, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, уважаемые эксперты, буквально в 2-3 предложения обозначил бы вот собственное личное мнение. Если вы где-то повторитесь, я думаю, это не страшно. На что сейчас необходимо обратить внимание, вот, скажем, если, я думаю, что они будут смотреть нашу передачу, специалисты Национального банка, на что бы им стоило в первую очередь обратить внимание при реализации и подведении итогов этого пилотного проекта? Что самое важное? В данном случае, господин Биакаев хотел бы начать с вас. Я бы рекомендовал Национальному банку к этому проекту подойти разносторонне, с каждой стороны. Еще раз повторюсь, что внедрение пилотного проекта цифровой тенге нужно рассмотреть на каждом конкретном примере. Соглашусь вот с коллегами о том, что говорили, если это, допустим, огромные вливания со стороны бюджетных средств именно по госпрограммам, которые осваиваются ежегодно, это один момент. По поддержке, допустим, как правильно сказал коллега, граждан, которые получают АСП и прочие посуды. Второй момент. По взаиморасчетам именно по всей банковской системе. Третий момент. Будет ли это рассматриваться как кредитные продукты, депозитные продукты. Четвертый момент. То есть вот со всех сторон нужно рассмотреть возможный эффект и возможные риски. Риски – это немаловажный момент по внедрению любого проекта. Поэтому нужно здесь просчитать все возможные риски, чтобы потом не наступать на, как обычно у нас в 30 лет, мы наступаем на какие-либо грабли, когда уже проект запущен, не осваивается, и получаем все возможные проблемы. Поэтому национальному банку, я думаю, необходимо здесь совместно с агентством, если они будут привлекать свое подразделение, а также возможно привлекать ассоциации либо каких-либо, каких-то экспертов для получения своих мнений и заключений. Чтобы, опять же, предусмотреть все риски. Хорошо. Господин Путров, ваша рекомендация? Ну да, я поддержу предыдущего спикера. Я бы посоветовал национальному банку не замыкаться внутри собственной экспертной группы. Обязательно выносить это на более широкий круг обсуждения, то есть привлекать независимых экспертов, привлекать бизнес, привлекать ассоциации, представляющие бизнес, такие как ассоциация финансистов Казахстана и подобные ею, ну или как наша ассоциация. Мы бы очень хотели тоже поучаствовать в данном проекте, возможно. И таким образом, наверное, у национального банка они получат более комплексную картину того, как стоит внедрять данный механизм, как стоит реализовывать данный проект. Спасибо огромное, уважаемые эксперты, за то, что приняли участие в нашей программе и ответили на все вопросы. Итак, это было ток-шоу «Грани» на телеканале «Атомикен Бизнес». Увидимся в следующем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин